Я трагедию жизни притворю в грёза-фарс. Выискивать в таланте нечто пошлое, Занятие самоумничижительное И по большей степени недостойное. Игорь Северянин, поэт Божией милостью, Не искал мест небанальных и утончённых, Небанален и изысканно утончён был он сам. В его взгляде на вещи не вечное привычное представление о свете, но сам свет, который единственный свидетельствует о существовании вещей. Хочется подойти и дотронуться до этого неосязаемого бытия, но не стоит спешить. Едва дотронувшись, мы ощутим грубую реальность бесформенного. Увы, вещь оказывается совсем не той, какой мы её себе представляли и воспевали восторженно. Да и как подойти к таким вещам и посвящениям, как добро, красота, любовь? Они вне нашей досягаемости. Возможно ли нежданно, ясно и легко прикоснуться к свету? Возможно ли, чтобы сущность была дана в ощущении? Это едва ли понятия несоизмеримые. Поэт, однако, постоянно пытается совершить невозможное – соотнести несоотносимое, дотронуться до красоты, не до тела, коснуться водопада, а не камня и не воды. На то ему и талант. Крестьянин пашет каменщик строит, священник молится и судит судья. Что же делает поэт? Почему легко запоминаемыми стихами не изложит он условий произрастания различных злаков? Почему отказывается сочинить новую дубинушку или обсахаривать горькое лекарство религиозных тезисов? К чему только в минуты малодушия соглашается признать, что чувства добрые он миры пробуждал? Разве нет места у поэта всё равно в обществе или буржуазном, в социал-демократическом или общине религиозной? Пусть замолчит Иоанн Дамаскин. Николай Гумилёв. Жизнь стиха. Озеровая баллада На искусственном острове Крутобрегово озеро Кто видал замок с башнями, Кто к нему подплывал? Или позднюю осенью Только гладь подморозила, Кто спешил к нему ветрово, Трепеща за провал? Кто к окну приникающий Созерцания пёстрого Не выдерживал разумом И смеялся на взрыд? Чей скелет содрогается В башне мёртвого острова И под замком запущенным Кто прекрасный зарыт? Кто насмешливо каялся, Кто возмездие требовал, Превратился кто в филина, Кто в летучую мышь? Полно, полно, то было ли, Может быть, вовсе не было? Завалилось озеро, Зашептался камыш. Июнь 1910. Поэты находят соприкосновение доброго и естественного света разума Со старым и неразумным миром. Так рождается искусство и литература. Мыслители желают организовать его на методической основе. Так рождается философия и наука. Я никогда не придавал большого значения мыслям, исходившим из моего разума, И поскольку я не собрал других плодов от метода, Которым пользуюсь, за исключением удовлетворения от преодоления Некоторых трудностей умозрительных наук Или от того, что старался направить моё поведение согласно правилам, Которым этот метод меня учил, Я и не считал себя обязанным об этом писать. Что касается нравов, каждый столь избыточно наделён своим собственным мнением о них, Что нашлось бы столько реформаторов, столько голов, Если было бы позволено совершать здесь перемены кому-либо, Кроме тех, кого Бог поставил государями над народами, Или кому дал благодать и силу быть пророками. И хотя мои умозрения мне очень нравились, Я счёл, что и другие имеют свои, Которые им, может быть, нравятся ещё больше. Однако, как только я приобрёл некоторые общие понятия относительно физики и заметил, Испытывая их в разных трудных частных случаях, Как далеко они могут вести, И насколько они отличаются от принципов, Которыми пользовались до сих пор, Я решил, что не могу их скрывать, Не греша сильно против закона, Который обязывает нас по мере сил наших, Содействовать общему благу всех людей. Эти основные понятия показали мне, Что можно достичь знаний очень полезных в жизни, И что вместо умозрительной философии, преподаваемой в школах, Можно создать практическую, С помощью которой, зная силу и действия огня, воды, воздуха, звёзд, небес И всех прочих окружающих нас тел, Так же отчётливо, как мы знаем, различные ремёсла наших мастеров, Мы могли бы наравне с последними использовать и эти силы, Во всех свойственных им применениях, И стать таким образом, Как бы господами и владителями природы. Рене Декарт Рассуждение о методе Фиолетовый транс О, лилия ликёров, О, creme de violette! Я выпил грёз фиалок, Фиалковый фиал, Я приказал немедля Подать кабриолет, И сел на сером клёне В атласный интервал. Затянут в чёрный бархат, Шофер и мой клеврет Коснулся рукоятки, И вздрогнувший мотор, Как шеребец заржавший, Пошёл на весь простор, А ветер, восхищённый, Сорвал с меня берет. Я приказал дать полный, Я нагло приказал Околдовать природу И перепутать путь. Я выбросил шофера, Когда он отказал, Взревел и сквозь природу, Во всю и как-нибудь. Встречалась ли деревня, Ни голосов, ни исп, Врезался в чернолестье, Ни дерева, ни пня. Когда б мотор взорвался, Я руки перегрыз б, Я опьянел грозово, Всё на пути пьяня. И вдруг, безумным жестом, Остолблен клиноход. Я лилию заметил, У скатов водопад. Я перед ней склонился От радости горбат, Благодаря за встречу, За благостный исход. Я упоём, я вещий, Я тихий, Я грызер. И разве виноват я, Что лилии колет Так редко можно встретить, Что путь без лилий сер, О, яд мечты фиалок, О, хэм де виолетт! . Можно достичь знаний, Очень полезных в жизни, И стать таким образом, Как бы господами И владителями природы. О, яд мечты фиалок! Философы могут бесконечно Рассуждать о первичных и вторичных качествах, Верить или не верить ушам и глазам, Вспоминать и вновь забывать какие-то важные, Как когда-то казалось, истины. Но идея, смысл, форма, Воплощённые здесь, рядом с нами, в вещах, Остаются такими же бесконечно далёкими И недостижимыми, Как синева небес И отражение звёзд В ночном заливе. И совсем не важно, Что синева небес – Это цвет земного, тёмного В своей глубине океана, А слабые маячки звёзд На воде – Вряд ли тот самый свет, Что пробивается Сквозь тысячи и миллионы парсеков. Можно только преклонить колени Перед этой сказочной Освещённостью Вещного мира, Соразмерностью восприятия Космическому миропорядку. Человек судит о вещах, Обращаясь к тому, Что вчера считалось понятным, Вынося приговор вещам и себе самому. Взгляд же поэта нельзя назвать Суждением осуждением о вещах. И не только потому, что взор его чист И не замутнён временем и обычаями, Сколько потому, что поэт, как мастер, Заботится о ясности и целости Без царапин семиотического окна языка. Потому зрит умом. И это то самое великое искусство умозрения, Когда вне всякой привязки к физике Греческие мудрецы утверждали, Что космос шарообразен. Увертюра Ананасы в шампанском Ананасы в шампанском Удивительно вкусно, искристо, остро, Весь я в чём-то норвежском, Весь я в чём-то испанском, Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, Беги автомобилей, Ветропросвест экспрессов, Крылолёд буйеров, Кто-то здесь зацелован, Там кого-то побили, Ананасы в шампанском, Это пульс вечеров. В группе девушек нервных В остром обществе дамском Я трагедию жизни Притворю в грезофарс Ананасы в шампанском Ананасы в шампанском Из Москвы в Нагасаки Из Нью-Йорка на Марс. Январь 1915-го, Петроград Происходит чудо. Будущие века звучат в этом стрекоте Аэропланов и Ветропросвести экспрессов. Крылолёд буйеров. Несомненно, трагедия жизни. От неё не спасёт преодоление расстояний Из Москвы в Нагасаки, Из Нью-Йорка на Марс. И сколько бы ни были велики Наши скорости и возможности, Весь я в чём-то норвежском, Весь я в чём-то испанском, Двусмысленность – самая опасная злая шутка, Какую выкидывает над человеком время. Его головокружительный успех Настолько запал в память, Незадачливо мифологизирует Урбан, Что и сейчас, десятилетия спустя, Люди, даже не знающие стихов Игоря Северянина, Знают нарицательное слово Северянинщина, Знак дешёвого успеха, Гимназического обожания кумира, Самодовольства. Слово вошло в язык. Конец цитаты. Что же, как скоро вошло, так скоро и вышло, Как любая условность. Мёртвые слова имеют Действительно дурной запах. Поэт рождается языком, Чьи слова капризны, как ребёнок, И отчаянны, как герой. А люди, человеки, С людьми не встречаются, их не теряв. Человеческая личность способна На бесконечное дробление. Наши слова являются выражением Лишь части нас, одного из наших ликов. Николай Гумилёв. Анатомия стихотворения. И северянин бросает вызов условностям, Не отвергая ничего, что может нести свет, Даже площадь, на которой продажны и души. Я поместил свои стихи более чем в сорока журналах и газетах И приблизительно столько же раз выступал в университете В женском медицинском институте, На высших женских курсах у бестужевок, В психоневрологическом институте, В лесной гимназии, В театре комедия, В залах городской думы, В Кенишевском, В Кенишевском, В Екатерининском, В фон Дервиза, В Петровского училища, В благородного собрания, В Заславского, Общества труд и культура, В кружке друзей театра, В зале лечебницы доктора Камераза, В соляном городке, В бродячей собаке, В конференц-зале академии художеств, В Аллатаре, Москва и других и других. В 1913 году вышел в свет Первый том моих стихов «Громокипящий кубок», Снабжённый предисловием «Сологуба» В московском издательстве «Гриф», И в этом же году я стал делать Собственные поэзоконцерты. В том же году я совершил совместно С Сологубом и Чеботаревской Первое турне по России, Начатое в Минске И законченное в Кутаиси. Игорь Северянин. Образцовые основы. Двусмысленная слава Моя двусмысленная слава Двусмысленна не потому, Что я превознесён неправо Не по таланту своему, А потому, что явный вызов К условностям в моих стихах И ряд изысканных сюрпризов В капризничающих словах. Во мне выискивали пошлость, Из виду упустив одно, Ведь кто живописует площадь, Тот пишет кистью площадной. Бронили за смешенье стилей, Хотя в смешенье-то и стиль, Чем-чем меня не угостили, Каких мне не дали постель. Неразрешимые дилеммы Я разрешал, презрев молву, Мои двусмысленные темы Двусмысленны по существу. Пускай критический каноник Меня не тянет в свой закон, Ведь я лирический ироник. Ирония – вот мой канон. Поэт, тот, который упоён, Вещи, тихий, грязер, Может, пожалуй, либо аниметь от восторга, Либо иронизировать над тем, Что говорят другие. Как выразить, передать своё Светозарное мироощущение? Слова стары, как мир, если не мертвы, Затёртые повседневным употреблением. Таков язык и другого языка у нас нет. Как и куда идти дальше? Как выразить мысль? Один путь – оживить слово, И тогда поэт, с тем же успехом, Что и пророк, может приказать Горе сдвинуться с места, И она сдвинется. Апостолы его веры – Свидетели творческого действия мысли, Что совершается сама по себе, Непосредственно в их присутствии. Другой – создать новые и в незапятнанности Своей живые интонации, В которых всё душа сыграть ноктюр. Месяц гладит камыши, Сквозь сиренни шалаши, Всё – душа и недуши, Всё – мечта, всё – божество, Вечной тайны – волшебство, Вечной жизни – торжество. Лес – как сказочный камыш, А камыш – как лес-малыш, Тишь – как жизнь, И жизнь – как тишь. Колыхается туман, Как мечты моей обман, Как минувшего роман, Как душиста, хороша, Белых яблонь пороша, Ни души, И всё – душа. Декабрь 1908 По своему ригоризму, Предъявляемые к поэтической речи Требования сравнимы разве что С императивной установкой Чистоты языка. В обоих случаях поэты – Самые строгие критики. Однажды я, придя из театра И восхищаясь пьесой, сказала «Это было страшно и интересно, Коля немедленно напал на меня И долго пояснял, что так сказать нельзя, Что слово «страшно» Тут совершенно неуместно» Доставалось невестке Николая Степановича Гумилёва. Анна Гумилёва Николай Степанович Гумилёв Гения тьмы со всеми его Ветропросвистами и крылолётами Другой строгий критик разоблачал. Игорю Северянину довелось уже вынести немало нападок за то, что если и наиболее разительно, то всё же наименее важно в его стихах. За язык, за расширение обычного словаря. То, что считается заслугой поэтов признанных, всегда вменяется вину начинающих. Таковы традиции критики. Правда, в языке Северянина много новых слов, но приёмы словообразования у него не новые. Такие слова, как «офиалчин», «околошить», «онездешница» – в суть обычные глагольные формы, образованные от существительных и прилагательных. Их сколько угодно в обыденной речи. Если говорят осенять, то почему не говорить «околошить»? Если обессилить, то чего не «онездешница»? Жуковский в войне мышей и лягушек сказал «И надолго наш край был обезмышен». Слово «ручиться» заимствовано северянином Удержавина. Совершенно футуристический глагол «перекочкать» употреблён языковым в послании к Гоголю. Также не ново соединение прилагательного с существительным в одно слово. Северянин говорит «Алла», «губы», «злата», «полдень», но такие слова, как «босоножка» и «мелороссия» произносим мы каждый день. Несколько более резким кажется соединение в одно слово сказуемого с дополнением, например, «сенокосень». Но возмущаться им могут лишь те, кто дал за рог никогда не говорить «рукопожатие», «естествоиспытание». Спорить о праве поэта на такие вольности не приходится. Важно лишь то, чтобы они были удачны, и Игорь Северянин умеет благодаря им достигать значительной выразительности. Трижды овесеянный ребёнок. Звонко душа осверелься. Цилиндры солнцевеют. Всё это хорошо найдено. Неологизмы северянина позволяют ему с замечательной остротой выразить главное содержание его поэзии – чувства современности. Помимо того, что они часто передают понятия совершенно новые по существу, сам этот поток непривычных слов и оборотов создаёт для читателя неожиданную иллюзию. Ему кажется, что акт поэтического творчества совершается непосредственно в его присутствии. Но здесь же таится опасность. Стихи северянина рискуют устареть слишком быстро, в тот день, когда его неологизмы перестанут быть таковыми. Владислав Ходосевич. Русская поэзия. Обзор. Грёзовое царство. Я царь страны несуществующей, Страны, где имени мне нет. Душой созвездия колдующей Витаю я среди планет. Я, интуит с душой мимозовой, Постиг бессмертия процесс. В моей стране есть терем грёзовый Для намагниченных принцесс. В моём междупланетном тереме Звучат мелодии тома. Принцессы в гений мой поверили, Забыв земные терема. Их много, дев нерассуждающих, В экстазе сбросивших плащи, Так упоительно страдающих И переливных, как лучи. Им подсказал инстинкт, их звончатый, Избрать мой грёзовый гарем. Они вошли душой бутончатой, Вошли, как рому и как рем. И распустилась царство новое, Страна безразумных чудес. И восхищён своей основою, Дышу я душами, принцесс. 1910 В 1911 году северянин вместе с сыном поэта Фофанова Константином Олимповым основывает в Петербурге кружок «Эго». Название поэза и сам символ эго придуманы Олимповым. Понятие «эгофутуризм», означающее на латыни «Я – будущее», впервые появляется в названии сборника северянина того же года – «Пролог, эгофутуризм, поэза грандос, апофеозная тетрадь третьего тома». В отличие от итальянца Филиппо Маринетти, который провозгласил футуризм в 1909, к слову «футуризм» добавлена приставка «эго» и замечено, что «вселенский». Кроме Игоря Северянина, вскоре от эгофутуризма отказавшегося, это течение не дало ни одного сколько-нибудь яркого поэта – Авдеев. Спустя несколько месяцев в Москве народился Кубо-футуризм – Владимир Маяковский, братья Бруляки, Велимир Хлебников, Кручёных и другие. Эти два течения иногда враждовали между собою, иногда объединялись. В одну из таких полос, полос дружбы, я даже совершил турне по Крыму, Симферополь, Севастополь, Керчь с Владимиром Маяковским и Давидом Бурляком. Лозунгами моего эгофутуризма были 1. Душа – единственная истина. 2. Самоутверждение личности. 3. Поиски нового без отвергания старого. 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со стереотипами и заставками. 7. Разнообразие метров. Что же касается московского Куба, москвичи, как и итальянцы, прежде всего требовали уничтожения всего старого искусства и сбрасывания с парохода современности их выражения Пушкина и других. Затем в своём словотворчестве они достигали зачастую полнейшей нелепости и безвкусицы, в борьбе с канонами эстетики употребляли отвратные и просто неприличные выражения. Кроме того, они и внешним видом отличались от эгистов. Ходили в жёлтых кофтах, красных муаровых фраках и разрисовали свои физиономии кубическими изображениями балерин, птиц и прочих. Кручёных выступал с морковкой в петлице. Я люблю протест, но эта форма протеста мне всегда была чуждой, и на этой почве у нас возникли разногласия. Игорь Северянин Беспечно путь свершая Увертюра Весна моя, ты с каждую весной всё дальше от меня, мне всё больнее. И в ужасе молю я, цепенея, Весна моя, побудь ещё со мной. Побудь ещё со мной, моя весна, Каких-нибудь два-три весенних года. Я жизнь люблю, мне дорога природа, Весна моя, душа моя юна. Но, чувствуя, что ты здесь ни при чём, Что старости остановить не в силах, Ни я, ни ты последних лилий милых, Весна моя, певец согрет лучом. Зволнованный я их беру в венок, Твои цветы, стихи моего детства И юности, исполненные девства Из-под твоих весна невинных ног. Венок цветов, стихов наивный том, Дарю тому безвестному, кто любит меня всего, Кто злобой не огрубит их нежности И примет их в свой дом. Надменно презираемая мной, Пусть критика пройдёт в молчанье мимо, Не осквернив насмешкой Серафима, Зовущегося на земле весной. 4 апреля 1918 Эст Тойла Эго, трансцендентальное эго, Поёт устами Серафима, Зовущегося на земле весной. Северянин не принадлежал к числу тех, Кто мог разувериться и впасть в уныние. Даже в самой жуткой тоске по Родине, Когда многие годы поэт не мог вернуться в Россию, Он знал, что творческое начало бессмертно, А эго, его эго, не умещается в рамке одинокого, Картезианского, я мыслю. Эго объединяло его с той страной, Которой нет, С языком, мажорным новатором которого он был, И который, казалось, Вместе со всеми его ядь, Златополнями и аллогубами Уходит в небытие. Но именно та Россия, В которой светозарно и ореолочно Пела великое я, абсолютное эго, Та Россия, рыцарем, Суворовым, Который он был, Со всеми своими новомодными ананасами и мимозами, Была для него реальней, Чем все прелести расцветшего На месте грёзового царства Советского новояза. Из эго-футуристов только один – Игнатьев – ходил иногда В золотой парчёвой блузе с чёрным-бархатным воротником И такими же нарукавниками. Но так как это было даже Почти красиво, и так как лица своего он не раскрашивал, Я мог с этим кое-как мириться. Кубисты же в своих эксцессах дошли однажды до того, Что, давая в Одессе вечер, позолотили кассирши НОВ, Хорошо уплатив ей за это. Надо ли пояснять, что сбор был полный? Из этого видно, что кубисты Были отличными психологами. Однако эти причуды не мешали Им быть превосходными, симпатичными людьми и хорошими, Надёжными друзьями. Враждуя в искусстве, мы оставались В жизни в наилучших отношениях, посещая вечера противоположных Лагерей и нередко в них участвуем. О Маяковском, Василии Каменском и Давиде Бурляке у меня остались Светлые воспоминания. И когда в прошлом году в Берлине на Унтерден-Линден меня остановил возглас Маяковского, «Или ты, Игорь Васильевич, не узнаёшь меня?» Я от всего сердца рад был этой встречи. Мне нет дела, какой политической партии принадлежит он теперь, ибо я вижу в нём только поэта, моего некогда враждовавшего со мною друга, дружественного мне врага. Мы зашли в ресторан и просидели около часа, беседуя об искусстве и предаваясь волнующим нас воспоминаниям. Был в тот день с ним и Борис Пастернак. Спустя несколько дней Маяковский посетил меня вместе с Кусиковым, и мы продолжали неоконченный разговор о стихах и чтении стихов. Заходил я к нему в гостиницу, и он угощал меня там настоящей русской паюшной икрой и моими же стихами в своём исполнении, что он любит вообще делать уже с давних пор. Игорь Северянин. Беспечно путь свершая. Мои похороны. Меня положат в гроб фарфоровый На ткань снежинок яблоновых, И похоронят, как Суворова, Меня новейшего из новых. Не повезут поэта лошади, Век даст мотор для катафалка. На гроб букеты вы положите, Миноза лилия фиалка. Под искры музыки оркестровой, Под вздох изнеженной малины, Она, кого я так приветствовал, Протрелит полонез филины. Всё будет весело и солнечно, А светит лица милосердьи, И светозарно, ореолочно Согреет всех моё бессмертие. 1910. Мысль ширит грани бытия И множит действием формы. Я, носитель мысли великой, Отчеканивал Гумилёв, Не могу, не могу умереть. Солнце поэзии неустанно Восходит над страной, И летят, летят шуравли. Поэзия в стихах и слове, В мысли, живущей в стихах и слове, И поэт, мастер слова, Используют на деле его в качестве материала, Как чеканщик металл, Используют во всей силе того великого, Что присуще ему – жизни. Мысль у него – это живое существо, Смысл – живое становящееся умозрение. Он видит не вещь, Но встречает взоры самого бессмертия, Могучего, трансцендентального эда, Того самого «не я», Перед властью которого Так бледна вещей В искусстве прикровенность. Иннокентий Анинский И хотя мои умозрения мне очень нравились, Я счёл, что и другие имеют свои, Которые им, может быть, нравятся ещё больше. Роме Декарт В самом «я» от глаз «не я» Ты никуда уйти не можешь. Поэтом объяснял Иннокентий Анинский, Как и что умозреть, Какие глаза глядят из-под бровей вещей. В январе 1912 года в Петербурге была создана Академия эго-поэзии. Её лидером был северянин, участниками Олимпов, Георгий Иванов, Петров, он же Грааль Орельский. Манифест вселенского эгофутуризма, скрижали эго-поэзии, Извещал, что его предтечами были Мира Лохвицкая и Константин Фофонов, Что божество – единица, а человек – дробь Бога. Фофонов Большой талант дала ему судьба, В нём совместив поэта и пророка. Но властью виноградного порока Царь превращён в безвольного раба. Подслушала убогая изба Немало тем, увянувших до срока. Он обезвремен был по воле рока, Его направившего в погреба. Когда весною в Божьи именины, Вдыхая запахи озерной тины, Опустошённый влекся в приорат, Он суеверно в сумерки влюблённый, Вином и вдохновеньем распалённый, Вливал в стихи свой скорбный виноград. 1926 Увы, для нескольких поколений читателей эгофутуризм был достоянием прошлого, а северянинский стих, как ребус, непонятен. Типичны привитые идеологии и подхваченные советской критикой строжайшие в строгих оценки. Это течение было когда-то смесью эпигонства раннего петербургского декаденства, доведение до безграничных пределов песенности и музыкальности стиха Бальмонта, как известно, северянин не декламировал, а пел на поэзоконцертах своей стихи, какого-то салонно-парфюмерного эротизма, переходящего в лёгкий цинизм и утверждение крайнего эгоцентризма. Авдеев. «Мы так неуместны, мы так невпопадны среди озверелых людей», – горько замечал Игорь Васильевич Лотарёв. «Я олицетворяет то, что можно назвать разумом и рассудительностью, в противоположность к ОНО, содержащему страсти», – напоминал человечеству о том звере, что бунтует вытесненный на задворке сознания родоначальник психоанализа. «По отношению к ОНО, я, подобно всаднику, который должен обуздать превосходящую силу лошади, с той только разницей, что всадник пытается совершить это собственными силами, я же силами заимствованными». Зигмунд Фрейд. «Я и ОНО» «В раздельной чёткости лучей и чадной слитности видений, совсем не в марксистском и не фрейдийском контексте, констатировал Иннокентий Анинский, всегда над нами власть вещей с её триадой измерений». И правда, какое может быть понимание, когда поэта приравняли к позёру, его творчество к фарсу, и, заперев в социальную ячейку, по ячейкам же раскроили память о нём. Поэзия не укладывается ни в одну из ячеек социальной структуры. Трансцендентальное же остаётся трансцендентальным по ту сторону общественного устройства, раздельной чёткости лучей и чадной слитности видений. И только эго, говорящий языком диалога культур, освещает лица и освещает сердца». «Этот диалог всегда останется рискованным, но никогда не станет безнадёжным» Сергей Аверинцев Рескрипт короля Отныне плащ мой фиолетов, Берета бархат в серебре. Я избран королём поэтов На зависть нудной мошкаре. Меня не любят корифеи, Им неудобен мой талант, Им изменили лесофеи И больше не плетут гирлянд. Лишь мне восторг и поклоненье И славы пряны фимиам, Моим, любовь и песнопенья, Недосягаемым стихам. Я так велик и так уверен В себе настолько убеждён, Что всех прощу И каждой вере отдам почтительный поклон. В душе порывистых приветов Неисчислимое число, Я избран королём поэтов, Да будет подданным светло. Понять извне ничего нельзя. Будет ли подданным светло? Только в беседе, открытой любым пространством и временам, Их история становится нашей, А наш язык озвучен их именем. Хорошее соответствие между миром вещей И человеческим мыслящим Я – То самое гарантирующее понимание – Беспредельное, необманное, сущее или Эгобог. В диалог с поэтами века XX вступает Иоанн Дамаскин, Сухой Богословов, Опьянённый Свободой Поэтических Песнопений, Схоласт и Теософ Недосягаемых стихов века VIII. Какое имя наилучше подходит к Богу? Имя Сущий, коим Бог сам обозначил Себя, когда, беседуя с Моисеем, Он сказал, мол, вы сынам Израилевым, Сущий послал Меня. Ибо, как некое неизмеримое и беспредельное море сущностей, Он содержит в себе всю целокупность бытийственности. Конец цитаты. «Ты чаши яркие и точи для целокупных восприятий», – завещал Иннокентий Анинский поэту. К сожалению, завещание поэта поэтам так и осталось во власти вещей неслышным и неизвестным словом. Мы научились видеть мир и ощущать себя наглым и эгоистичным мыслящим «я». Измельчены чаши яркие, какие вытачивает поэт, и целокупные восприятия, не более, чем картинки сновидений. Падший ангел и ангел-хранитель бьются за человеческие души. Не античная, но подлинная трагедия нашей жизни. Кентавры, мы ищем свои толкования и боимся признаться себе, от кого берём силы, в каких живём странах и какую исповедуем веру. Поэза вне абонемента. Я сам себе боюсь признаться, что я живу в такой стране, где четверть века центрит нацен, а я и мира в стороне. Где вкус так жалок и измельчен, что даже, это ли не пример, не знают, как двусложьем мельшен скомпрометирован Бадлер. Где блеск и звон карьеры – рубль, а паспорт разума – диплом, где декадентом назван рубль за то, что гений не в былом. Я – волк, а критика – облава, но я – крылат, и за Атлант настанет день, польётся лава, моя двусмысленная слава и недвусмысленный талант. 1912-й. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok